Привет, друзья! Привет, Кирилл! Мы продолжаем наше занятие по биоинформатике. И сегодня я предлагаю изучить интереснейшую тему, которая называется «Консенсус и профиль». Погнали! Первым делом вспомним, что такое матрица. В математике матрица называется прямоугольная таблица размером M на N, которая заполнена символом. Мы всегда помним, что математика оперирует символами. Не числами, не переменами, не буквами, не знаками, а символами. Вот об этом мы будем помнить. И все вот эти вот штуки, которые в математике пишутся, один, два, три числа все, буквы X, Y, Z, A, B, C, M, N – это все символы. И математика при помощи определенных правил преобразования формулки оперирует вот этими символами. Итак, есть прямоугольная таблица размером M на N клеток, которая заполнена какими-то символами. Эта таблица называется матрицей. Соответственно, матрица обозначается заглавными буквами A, B, C и так далее. А их элементы, элементы этих матриц, обозначаются соответствующими строчными буквами A, B, C и так далее. При этом у срочных букв есть индексы I и J. I – это номер строки, на которой находится элемент, J – это номер столца, на которой находится элемент. То есть A и J – это элемент матрицы A, находящийся на I строке и на J строке. Что такое транспонирование? Транспонирование – это одна из операций, которая применяется в матрице и заключается на простом повороте матрицы в 90 градусах. То есть была прямоугольная матрица вот такая, стала вот такая. Например, если прямоугольник матрицы выглядит вот так, то при транспонировании он становится вот таким. Обозначается операция транспонирования буквой T в верхнем индексе над матрицей. Соответственно, если у матрицы размер M на N, то у транспонированной матрицы размер N на N. То есть прямоугольник поворачивается так. Ну, квадратная матрица, соответственно, транспонируется в квадратную матрицу. Если матрица транспонирует дважды, она переходит сама в себя. Понятно, да? Это все очень просто. Теперь мы переходим к биоинформационным понятиям. Первое понятие – это профиль. Если у нас есть набор одинаково подмене последовательности ДНК. Пусть N в последовательности ДНК есть одинаково подмене. Вот как здесь написано. A, D, T, G, T, A, C, T, T, C, 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 A, T, A, C, D, T и так далее. Соответственно, профилем называется матрица размером 4 на N. То есть длина матрицы N равна длине строки, длине последовательности ДНК. А высота матрицы 4. 4 строки. Почему 4? Потому что у нас 4 нуклеотиды. В каждой строке… Первая строка А обозначает аденин, нуклеотид А. Вторая – цитозин, нуклеотид С. Третья – гуанин, нуклеотид Г. Четвертая – тимин, нуклеотид Т. Соответственно, в каждой строке N столбца, Итого столбца. Если мы возьмем Итый столбец в этой матрице, то в первой строке Итого столбца находится количество аденина, находящееся на Итой позиции во всех N строках. На второй строке находится количество цитозина, на третьей – количество гуанина, на четвертой – количество тимин. Соответственно, сумма чисел в каждой столбце в этой матрице должно равняться количеству нуклеотидных строк, которые у нас есть. Ну, допустим, если у нас строк 5, вот как-то на примере, который приведен на ИК, то сумма чисел в каждой столбце должна равняться 5, и почему, собственно, мы можем убититься. Вот. И второе понятие, которое в биоинформатике, которое мы сегодня вводим – это консенсус. Консенсус – это строка длиной N нуклеотидов, такая же строка, такой же длины, как на нашей изначальной строке, которая сформирована из первоначального набора строк ВНК, таким образом, что на каждой позиции этой строки стоит наиболее часто встречающийся нуклеотид. Ну, вот, допустим, если рассматривать тот же самый пример, который приведен на экране, на первой позиции самый частый нуклеотид – это аденин, а на второй – это гуанин, ацетозин, на третьей позиции – гуанин, на четвертой – кемин. То есть первые четыре символа нашего консенсуса – это А, С, Д, Т, и потом опять А, С, Д, Т. В общем, надо понимать, что консенсусов может быть много. Это не уникальная строка, потому что в каком-то столе два самых наиболее часто встречающихся нуклеотидов они могут иметь одинаковую… ну, могут управляться по одинаковым количествам. Итак, для чего это нужно? В эволюционной биологии – это очень важный инструмент, вот этот вот концепт, для того, чтобы выходить общий предок. Потому что точечные мутации обычно разделяют нуклеотидные последовательности в процессе эволюции. То есть вот была одна нуклеотидная последовательность, она эволюционировала, потом произошла точечная мутация, которая не является убийственной. То есть убийственная та мутация, как это называется, из-за которой организм погибает. И после этого, как бы, дерево нуклеотидов разошлось на две составляющие. В одной составляющей мутации нет, в другой составляющей мутации нет. Соответственно, если взять несколько гуанинологических цепочек ДНК, что значит гуанинологичные, но этот термин уже очень гуанинологично называется. Гуанинологичные цепочки называются такие цепочки, которые имеют общего предка. То как раз задачей, важной задачей эволюционной биологии является поиск этого самого общего предка. Консенсус как раз и решает эту задачу. Но не совсем в достоверном образом, но это как бы приближение. Консенсус – это то, как мог бы выглядеть общий предок по последовательности ДНК. Итак, какую задачу мы сегодня решили? Задача дана. Коллекция из как минимум 10 последовательности ДНК одинаковые дни. И нужно найти профиль и консенсус с этой коллекцией. Поговорить для вычисления профиль будет так. Мы получаем матрицу, то есть список строк. Мы ее транспонируем. Для каждой строки новой матрицы подсчитываем количество нуклеагентов А, С, В и Д. Вернув полученное количество в виде списка. И потом мы возвращаем результаты чтения результатового конспонента. Потому что в биоинформатике профилем все-таки является последовательной матрица высотой четыре строки. А данный алгоритм мы получим матрицу шириной четыре всего. Но это не суть важно на самом деле. Как мы его обрабатываем, так и будет. Соответственно, вот так вот это выглядит в виде диаграммы алгоритма. И алгоритм функции для вычисления консенсуса выглядит так. Мы получаем профиль, полученный и рассчитываем на прошлом шаге. Для каждого списка мы берем ту букву нуклеотида, индекс которой максимальный среди четырех. Соответственно, мы возвращаем результаты чтения. Выглядит это вот так вот в виде программы на виде хаски. Останавливаем видео, переписывай, и дальше будем рассуждать, что это такое. И вот так вот выглядит дополнительный администратор. Объясняет. Объясняет. Всегда помни про бисточную нотацию. Ульца профиль на стропайл записана бисточной нотацией. Она транспанирует матрицу и применяет в каждой полученной строке матрицы функцию countACDT, которая выглядит вот так вот. Вот следующим образом. Соответственно, мы эту функцию с тобой уже изучали на одном из прошлых занятий, даже на одном из первых занятий. Вот. И вот так выглядит функция концепция. Тоже бисточная нотация. Мы должны применить к каждой строке матрицы профиля. Применяем, что мы находим максимальные элементы при помощи сравнения второго элемента пара и берем первый элемент пара. То есть у нас есть четыре пара. а – количество а, c – количество c, b – количество g и c – количество d. Вот мы эту последовательность из четырех элементов сортируем в соответствии со вторым элементом, то есть в соответствии с количеством, а потом берем первый элемент, то есть букву. Отсортировали и берем первый букв. Вот так вот это выглядит. Если мы запустим функцию сначала профиль для четырех строк, потом консенсус для четырех строк, указанных на экране, то результатом будет консенсус. Прекрасно. Теперь ответим на следующий вопрос. Что такое гомологичные последовательности ДНК? Что такое профиль? Что такое консенсус? Для чего необходимо рассчитывать консенсус? И может ли быть у одного набора гомологичных последовательств ДНК несколько различных консенсусов? Ну и в качестве дополнительной задачи решить попадался таки. Обобщи функции профайла консенсуса на случай произвольных символов, а не только которые у нас используются в последовательстве ДНК. Потому что вдруг мы захотим считать профили консенсуса для РНК, а там вместо T используется как-то, знаешь, U в процентах. Либо захотим считать профили консенсуса для белков, которые состоят из 21 кислот. Соответственно выразим реализованные на этом функции через обобщенные. На этом все. Пока! Поехали! 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 Поехали!